Добрый день, уважаемые коллеги. Продолжаем тему нашего вебинара. Сейчас я расскажу об основных вредителях сада и как с ними можно бороться. У компании Синген для защиты сада есть такие препараты, как вертимек. Это специфический акарицид, но помимо этого у него очень хорошее действие против грушевой медианицы. Всем вам известен препарат каратезион, давно на рынке. Это контактный продукт широкого спектра действия. Другой продукт, уже системный, состоящий из двух действующих веществ, это продукт Энджио, который обладает и контактным, и системным, и, что еще важно, быстрым нокдаун-эффектом. Проникает внутрь. Есть специфические, скажем так, можно сказать, даже это не химические продукты, такие как люфокс и матч, это регуляторы роста и развития насекомых. Это, помимо этого, они обладают еще авицидным действием, то есть действуют на яйца, не только на личинок, но и на яйца. И у них хорошее трансламинарное действие, что это будет важно, особенно в защите от плодожорки. Продукт в Лиамфлексе, мы его называем универсальный помощник, который предназначен для одновременной защиты и от плодожорки, или других видов чешуекрылых вредителей, и от сосущих насекомых, от тлей. Проклейм, это тоже специфический лервицид, работает против гусениц, чешуекрылых. Чем он хорош? У него великолепное трансламинарное действие, проникает внутрь тканей, хорошо себя показывает в защите от яблонной плодожорки, хорошо себя, даже лучше всех показывает для защиты от различных минеров. И новый продукт на рынке, это продукт Амплига, который сочетает в себя системное действие и тот же самый нокдаун эффект и быстрое действие. Все эти продукты будут по-разному позиционироваться. Характеристику продуктов я практически не буду говорить про продукты, просто буду, даже нормы расхода не буду называть, в этом справочниках посмотрите. Начну я с тлей на примере зеленой яблонной тли. В принципе, все вредители, которые вредят в садах, они приурочены, цикл их развития приурочен к циклу развития яблони, потому что это их яблони или груши другого плодового дерева, это их кормовая база, и уже за много-много тысячелетия они приспособились, их цикл совпадает с циклом развития плодовых деревьев. Все вы видели, как повреждает тля. Общая какая проблема, на мой взгляд, это то, что не только в отношении тли, но и в отношении других вредителей, начинают обработки довольно-таки поздно. Почему поздно, попытаюсь объяснить и на примере тли, и клещей, и на примере грушевыми дяницей, и плодожорки. Значит, зеленая яблонная тля, где она зимует? Она зимует на молодом приросте или порослевых побегах. Как только начинается тепло, как и начинают распускаться почки, сразу из яиц, естественно, выходят личинки. Им есть чем питаться, родители о них позаботились, у них есть кормовая база. Личинки довольно-таки быстро, буквально за две недели заканчивают свое развитие, превращаются в самок, превращаются в взрослых основательниц, крылатые самки-основательницы, которые перелетают на другие растения и заражают их. Эти самки отрождают новых личинок, из которых буквально через 10-8 дней все новые и новые личинки, все новые поколения появляются. И они распространяются по всему саду. Часто бывает так, приходишь в сад, ничего не видишь, пришел через 5 дней, уже сидит большая колония тлей. Какие методы, меры защиты и когда, самое главное, это надо делать? Первое, так как тля очень хорошо развивается на поросли и зимует на поросли, прежде всего это удаление при корневой поросли. Почему это еще важно? Потому что опрыскиватель не всегда захватывает нижнюю часть дерева. У вас весь распыл направлен на крону. На поросль мало что попадает. Ну, только то, что с яблони уходит. То есть, первое, это агротехническое мероприятие уничтожения корневой поросли. Из химических мер защиты растений. Это такой инсектицид норелдей, который применяется рано весной, который хорошо действует на яйца и на молодые отродившиеся личинки. Потом, когда у нас пошло сокодвижение, когда появляются зеленые части листа, вы можете применять системные продукты, которые обладают в очень низких дозировках великолепной эффективностью против тлей. Это как раз идет в период от распускания почек до периода цветения. Как раз тогда, вот в начале были картинки, вы видели, очень сильно развивается тля. Хорошая кормовая база. И после цветения стоят два продукта. Это Актора, Влямфлекси, которые теоретически, если следовать тому, что вы провели защиту от тлей до цветения, потом теоретически это не надо проводить, но на практике показывает другое. Не всегда успевают вовремя и нужным препаратам произвести защиту. И когда появляются большие колонии тлей, вот здесь надо работать уже тогда специфическими продуктами против тлей, которые, или по крайней мере, содержат те продукты, которые содержат действующие вещества, способные системно передвигаться и убивать тлю. Потому что иногда на тлю тяжело попасть, особенно здесь рисунок, например, красногаловой тли, она полностью закрыта, никаким контактным продуктом ее не возьмете. Она находится под вот этой красной частью, она сидит снизу листа, и туда тяжело попасть, и нужен системный продукт. Вот как раз это системные продукты, это Актора и Влямфлекси. Следующий вредитель, который начинает повреждать до плодожорки, это яблонный цветоед. С одной стороны, с этим вредителем легко бороться, с другой стороны, тяжело, но, на мой взгляд, здесь надо запомнить несколько правил. Первое. Жук выходит очень рано, начинает питаться почками. Вы можете заметить на почках такие подтеки, это повреждения почек, из которых вытекает сок. По этому признаку можно установить выход жуков. При температуре уже средней, где-то порядка 8 градусов, происходит спаривание, и начинается яйцекладка. Это происходит в момент обнажения соцветий. Жук приспособился очень хорошо к циклу развития яблони, и на что надо обратить внимание, вот на эту фразу написано, самка откладывает яйца только в нераскрытые бутоны. Вот это основное, если вы хотите провести хорошую защиту, чтобы не было повреждения яблони, обработка должна проводиться по нераскрытым бутонам, то есть в фазу до разрыхления бутонов и во время их распускания. Потом обработки уже не помогут, так как личинка внедрится в сам плод. Что предлагаем? Первое. Это для защиты от яблонного цветоеда. Это обработка энжио. Вы сразу снимаете и жуков, и личинок в период обособления бутонов, и, что важно, в этот же период продуктом энжио вы защищаете не только от долгоносика, но и от тлей. Дальше фенофаза розовый бутон. Естественно, в том случае, если цветоед у вас, долгоносик, цветоед проблема, вы работаете окторой. Это тоже одновременно защита от цветоеда и от тлей. И уже в летний период, ну, скажем так, весенний-летний период, когда выходят жуки, вы можете использовать кротезион для, скажем, ну, чтобы прямо попал на жука и его убил. Теперь другие вредители, растительноядные клещи. Их много видов. Здесь представлены паутинный, красный плодовый клещ, боярышневый клещ и ржавый четырехногий клещ. Ну, скажем так, наиболее сложный. Но сразу скажу, вертимек берет все четыре вида клещей. У них общая биология развития. Как только появляются листочки, самка начинает откладываться яйца. Даже начинает откладывать яйца. Даже до распускания листьев она может откладывать и в распускающиеся почки. Потом появляются опять взрослые самки. И так как клещи очень быстро размножаются, в какой-то момент, примерно где-то в июле-августе, вы видите большую вспышку клеща. У вас все листья пораженные, пятнистые, или с красноватым оттенком, или белого цвета, в зависимости от того, каким клещом это было поражено. Что здесь важно? Опять же, важны это профилактические первые обработки, чтобы снизить изначально численность клещей. Так, чтобы они не достигли своего эпидемиологического порога. Это обработки или вы даете в фенофазу разрыхления бутонов, розовый бутон, вертимек, или же в это же время вы можете применять теовиджет, это наш препарат против мучнистой росы, который тоже очень неплохо берет клещей. Дальше вы повторяете обработку уже при окончании цветения, опять же, вертимеком или теовидом джет. Дальше, в период вегетации, вы уже отслеживаете, сколько вредителей осталось. Яблонная плодожорка наиболее, скажем так, самый основной вредитель, с которым уже научились бороться. первое поколение, как правило, бывает три поколения, в некоторых регионах даже бывает четыре, в некоторых два. Что здесь важно у плодожорки? После вылета плодожорки, она через самка, через... после начала лета самка начинает откладывать яйца через 3-5 дней после вылета. И что важно, вначале гусеница держится открыто. Держится она открыто примерно 2-3 дня, потом она уже проникает в плод. Значит, соответственно, нам за эти 2-3 дня надо успеть ее убить, уничтожить, не дать ей попасть в сам плод внутрь, в семенную камеру. И защитить мы можем только от гусениц 1-2 возраста. Остальные уже проникают глубже, и там мы их ничем не возьмем внутри яблока. От чего зависит эффективность защитных мероприятий? Это прежде всего от правильного выбора препарата и от правильного его места. Здесь в табличке продукты компании Сингента, инсектициды компании Сингента. Обращаю ваше внимание, для разных инсектицидов разное время применения. Я имею ввиду пик скажем динамику лёта. Одни в начале, другие в середине, третий в конце. Люфокс универсальный препарат, который с самым широким окном применения. Вы его можете применять и практика уже Люфокс довольно-таки долго на рынке. Применять до начала откладки, начиная с момента от начала откладки яиц, даже до начала откладки яиц и до массового отрождения гусениц. Следующий продукт это матч. У него период применения немножко уже, чем у Люфокса, от массовой яйцекладки, опять же, все это связано с характеристикой продуктов, до отрождения первых гусениц. Продукты, такие продукты, как проклейм, валиам, флекси, амплига, правильное место обработки, это когда уже практически отложено, яйца отложены и начинаются отрождение первых гусениц. И уже фосорганика и перитроиды это каратезион, энджио, норелдэ, это в период массового отрождения гусениц. Для того, чтобы правильно защитить от плодожорки, необходим мониторинг. Это прежде всего ловушки. Как правило, против первого поколения проводят где-то две-три обработки, это как минимум. Здесь на графике динамика численности, динамика лёта плодожорки, и вы видите, первую обработку как раз 2 мая проводили люфоксом, после этого идёт через 10 дней обработка в начало массового пика, в тот период, когда уже яйца практически все отложены, у нас идёт матч, далее идёт на спаде численности самцов, идёт массовое отрождение. Здесь мы уже применяем проклейм, волиамфлекси или октора. Дальше в период вегетации всё это повторяется. Помимо яблонной плодожорки в садах у нас всегда есть вредители чешуек такие, как моли. Как правило, обработки люфоксом, матчем и проклеймом направленные против плодожорки, они совпадают с обработками против молей и листовёрток. Если же вы вдруг пропустили что-то и у вас идёт резкое развитие численности молей, тогда это применение проклейма. Это лучшая защита от молей и листовёрток. Здесь примерная система защиты. Вот смотрите, когда у нас идёт массовый лёд и цикладки плодожорки, у нас в это время идёт окукливание садовых листовёрток и начало лёта минирующих молей. Применение проклейма за счёт его действия работает и на те стадии чешуекрылых, которые на куколку работают, и на бабочек работает, и на цикладку работают. Дальше вы работаете, когда у нас идёт отрождение гусеницы, это идёт в лямфлексе, через какой-то период величина плода лещин или грецкий орех амплига, потом опять обработка люфоксом, когда начинается лёд бабочек второго поколения и идёт дальше чередование проклейм, матч, амплига, люфокс. Здесь характеристика препарата, я хотел обратить внимание на один продукт, это люфокс, у которого реально есть овицидное действие, не то, что там овелорвицидное, как пишут, или ещё там псевдолорвицидное действие, у него действительно есть действие на яйца, то есть гусеница гибнет ещё внутри яйца, даже не выходя оттуда. Следующий объект это грушевая медианица, довольно-таки серьёзный объект, но здесь тоже примерно то же самое обрабатывать надо рано, почему обработки должны проводиться в самом начале, потому что насекомые появляются при среднесуточной температуре уже минус 2 градуса, минус 3 зимующие самки, они начинают просыпаться, и при температуре примерно 10 градусов они уже откладывают яйца, появляются листочки, яйца откладываются на цветоножки или уже на листья, короткий период эмбрионального развития, короткий период развития поколения, соответственно, когда вы смотрите уже популяцию, там присутствуют и взрослые насекомые, и яйца, и личинки, все это поколения накладываются друг на друга, быстро развиваются, нам тяжело с этим бороться, вы знаете результаты какие. Система защиты, с чего надо начинать, это первые обработки, нур-ЛД или каратезион в конце февраля, начало марта, после этого вы смотрите за численностью грушевой медианицы, самое главное не пропустить первые обработки, потому что медианицы, если есть на груши, значит она будет, если уже начался сажистый налет, то это уже поздно, значит вы пропустили несколько обработок. Сроки обработки, первое это энджиокаратезион при появлении первых личинок, сначала вы отработали нур-ЛД, потом можно энджио, когда зеленые листья появились, чтобы системное действие продуктов могло проявляться, после этого вы делаете обработку вертимеком, примерно в фазу цветения, вертимек хорошо снимает нимф, грушевые митяницы, после этого идет обработка, желательно дней через 7, желательно мониторинг, люфокс, который работает и по яйцам, и по нимфу, после этого повторяете обработку вертимеком, и дальше уже смотрите, если у вас есть вредители, вы или сокращаете интервал между обработками, если у вас, если есть вредители, сокращаете интервалы между обработками, если нет вредителей, вы увеличиваете эти интервалы между обработками, вот примерная система защиты от грушевые митяницы, хочу сразу сказать, что применение смесей показывает себя тоже очень хорошо, смеси можно делать, например, такие, как люфокс мешать с окторой, или энджио мешать с вертимеком, здесь система опять, смотрите, первая обработка, еще зимой, когда холодно, это норелдэ, потом карате, пока еще не начинает растение, скажем, оживать, появляются зеленые части, с появлением зеленых частей на растение мы уже пускаем системный продукт, такой как энджио, цветение, откладка яиц, развитие нимф, взрослые особи, идет вертимек, и обработка люфоксом, потому что в этот момент в цветении идет массовая откладка яиц, для того, чтобы снизить численность яиц, если вы ничего не пропустили, тогда в этих обработках вы увеличиваете интервалы обработками, и дальше смотрите, есть порог, там, примерно яйца 6-7 яиц, или нимфочки у вас есть, вы обрабатываете люфоксом, или люфоксом смеси сакторой, смеси различные, но главное работать вот этими препаратами, которые являются и системными, и контактами, и обладают действием на личинок. Вот, спасибо большое вам за внимание, на этом мы заканчиваем своей презентацией, и переходим к викторине. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...